привет с вами доктор влад у нас снег вообще стеной идет ну конечно не остается постольку поскольку тепло где-то сейчас плюс один плюс два так новости комментарии водолейки нет ну дай бог чтобы все у него было хорошо альборыч пишет возле чернигова обстреляли 5 автобусов автобусов с волонтерами помогающими эвакуировать людей один человек погиб несколько тяжело раненых автобусы сгорели кроме одного ай-яй фашисты чё так лара пишет здравствуйте доктор я хочу сказать о наборевшем живу в германии 22 года на своем веку я видела беженцев из разных стран но сейчас я сама лично столкнулась с наглостью беженцев ведут себя очень некрасиво мир сошел с ума у меня муж был с украины с прекрасными людьми я была знакома но это дно днище ребята что я могу сказать ну я выдвинул такое предположение что уезжает в германию самые пробивные самые наглые может быть может нет так смотрим дальше сша вели вели санкции против россиян связанных с киберактивностью это что-то новенькое так 13 физлиц 15 химических лиц так 20 астрономических лиц и 1 21 организацию так сертал а он не вектор ну в общем как то так ладно все санкции санкции а это что такое еще евросоюз ведет новые санкции против россии если она не отменит расчеты за газ в рублях не отменит ни в коем случае а ну а вы ведете санкцию что путин не сможет взять в европу что ли да ему как-то похрен он не выбирается из своего этого бункера а россия россия запретила въезд высшему руководству евросоюза в ответ на санкции россия запретила кому кому евро комиссаром каким-то и комиссары в пыльных шлемах путин заявил что россия не наверно не намерена ни от кого закрываться а это значит и он к чему обвинил западные страны в обмане из-за прекращения лизинга самолетов да ну все понятно да хорошо стал известен план россии по расчетам за газ в рублях рбк сообщил что россия предложила евросоюзу платить за газ с рублевых счетов в российском банке то есть они должны открывать рублевые счеты или счета я суде с ударениями всегда путался всю жизнь сколько себя помню еще в школе так путин поручил перевести оплату за российский газ на рубли до 31 марта но это сегодня посмотрим что будет завтра путин заявил что при отказе от оплаты в рублях контракты на поставки газа из рф остановят интересно а как они они не могут трубу перекрыть мать вообще ситуацию газ он он постоянно идет понимаете перекрыть нельзя но можно сжигать наверно как то какие-то бункеры но бункер это ну это же их надо еще построить африканская страна захотела заменить российскую нефть на рынке это какая нигерия да мы не хотим все до свидос ну хорошо так роскомнадзор составил протокол в отношении википедии из-за статьи по операции на украине вон чего вон чего и против вам марса тоже так просьбу трампа к путину посчитали извращенной попыткой вернуть власть это чё то как то странно дональд трамп обратился к путину с просьбой раскрыть всю имеющуюся у того информацию относительно сделок сына джо байдена с олигархами в восточной европе так вот значит говорят что это представляет собой одну из самых извращенных и патологических даже попыток политика вернуть себе власть такое мнение выразила журналист телеканала cnn но он извращенец да ну конечно какой разговор новосибирский театр отменил выступление анны нетрепко из-за ее позиции по украине ну все надо ее на бочку с похорон с порохом посадить пускай полетает это вспомнил когда вышел фильм в и мы пошли ну в кино конечно смотреть и вот там такой напряженный самый такой классный момент когда вот эта панночка она летает значит в гробу вокруг этого да и значит вот так вот так 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 вот и кто-то какой-то мужик довольно громко на весь зал у терешкова зал конечно кстати классный фильм мы тогда не были избалованы такими ужастиками то да это первый советский ужастик по сути дела ну ладно это вспомнилось cnn cnn двоеточие украина попросила сша передать ей российские су-25 давайте давайте дадут не дадут не знаю так цены на продукты питания в черябинской области выросли за год почти на десять процентов я думаю больше ребята но это я так думаю так чё еще южноуральцу вынесли приговор занялись на за насилие над приемными дочерьми какая сволочь они в россии то насильничают а если им дали оружие так и в другой стране где никто их не поймает не накажет чё удивляться в киеве хотят обнародовать обнародовать личные данные белорусских военных и их семей тоже хорошо так путин подписал указ о весеннем призыве призыве 134 тысячи пятьсот человек но пошлют в украину сразу сразу так сша ввели санкции в отношении 13 она тебя уже говорил что у меня два раза победа победа это какая победа победа лоукостер так переведет часть персонала на четырехдневную рабочую неделю но это то что медведев мечтал до зарплата будет уменьшена пропорционально отработанному времени а ну да не на чем летать в компании такой шаг объяснили тем что поставки запчастей нарушены ну да 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 и два остающиеся двадцать пять лет самолетов ну в общем летать не будут так победы выполняет рейсы только на самолетах с боинг 737 800 германия решила заменить российский газ навозом да интересно биогаз хорошо да посреди поля стоят несколько цилиндров ежедневно в эти емкости ссыпают тонны органических отходов таких как как навоз и трава так внутри под воздействием бактерий мусор начинает выделять метан так мощности хватается чтобы хватает чтобы обеспечить электричество 20 деревенских домов ну вот это хорошо да так испания оставила наступательное вооружение на украину я не верю испании ребята наступательные это тапочки что ли наступательные об этом говорит министр обороны маргарита роблес какая-то она жуткая но только летать вот так вот в гробу не верю никому ребята москвичи обсудили стоимость тура туров в дагестан дагестан ну конечно там там вообще вы знаете отели в дагестане 10 звездочек 12 звездочек да так газ чё газ какой газ газ за рубли только начало россия готова нанести западной промышленности новый сокрушительный удар так и чего еще удобрение зерно масло нефть уголь металл лес все за рубли рубли так за рубли ну зарубились да путин в ближайшие 10 лет в российском авиапарке станет больше отечественных самолетов ну раньше ни на ни одного не было теперь будет один один построит андва кукурузник армянский хмель пивоварни готовятся нарастить экспорт в россию это передает армянское радио так и твиттер пошел великобритания ввела санкции против своего гражданина и российского пропагандиста сергея брилева очень приятно что про него не забыли редкая сволочь бывает разный сволочь но редко так блумберг россии предлагает индии нефть по 65 долларов за баррель при текущей рыночной цене в 105-115 долларов в телевизоре могущественный путин диктует условия гибнущей европе в реальности жалкий путин готов на скидку 40-45 процентов лишь бы получить хоть какие-то деньги как объяснить дегенератам что страна в которой они живут имеет границу границы а то что происходит за границами их страны на каком языке там говорят кому какие памятники ставят чему обучают детей это не их дегенератов собачье дело так и есть минобороны рф отчиталась ликвидации 999 военных объектов 48 областей украины трех арестовичей и двух зеленских так как по украине план мог быть не выполнен заодно шарахнули и по крыму и по белгороду испания направила уже 10 самолет с нас самолетов с наступательным вооружением но не знаю так мировой тру тур индустрии предрекли потерю 7 миллиардов долларов за отсутствие российских туристов знаете что тут смешно объем мирового рынка туризма 2 триллиона долларов то есть без российских туристов они он вот этот рынок потеряет 0,4 процента так бандиты из 90-х сначала захватили страну а теперь решили создать империю методы за 30 лет разумеется не изменились захват территорий убийство угрозы демонстрация силы воровство подкуп да 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 вот именно банда из 90-х засела в кремле в гомель привели привезли 7 автобусов облученных российских оккупантов из чернобыля накопались окопов в зараженном лесу нарушая все правила радиационной безопасности армии идиотов начали разматывать версию что путин ничего не знал смешно помнились арабские эмираты где чуваки нашли нефть и построили за 30 лет рай на земле для себя своего народа и гостей страны сравните с долбанутым чекистом который при тех же условиях за за 22 года устроил рай для себя и подельников и от для народов россии еще и украины бешеная тварь владимир соловьев считает при прекращении боевых действий предательством и призывает убить еще как можно больше украинцев а с 9 сентября 2014 года китай и россия могут перейти во взаимные торговли на юаня и рубли тасс 31 марта 2022 года это было 2014 а это 2022 китай россии могут перейти во взаимные торговли на юаня и рубли 8 лет между этими сообщениями разве не прекрасно хочу напомнить о следующих книгах светланы алексеевич у войны не женское лесу лицо а не вносимом насилии от своих же страхи и ужасе второй мировой от женщин которые там участвовали и вторая книжка цинковые мальчики о бессмысленных смертях жестокости и насилии афганской войны 89 года до я когда служил подмосковье там мы мы служили возле госпиталя военно-морского и там полно было афганцев и вот они с хохотом рассказывали вот нового офицера посылают в часть там в афгане да они ему обязательно в сапог кладут мину вот ну чтобы был осторожным но если взорвался но и хрен бы с ним другого пошлют вот такие шуточки да серьезно они много всего рассказывают страшно так те российские оккупанты которые окопались окапывались в рыжем лесу вот рыжий лес это возле чернобыльская сда так теперь могут не включать свет в туалете во франции беда у тысяч и тысяч русских позакрывали банковские счета пропали зарплаты переводы просто за то что когда они открывали счета были предъявлены российские паспорта я знаете что тут написал россия токсична ведь если кто-то соприкасаться соприкасался с чумой их всех изолирует понимаете так в тульской области на 73-летнюю пенсионерку напали в подъезде и за пяти килограмм сахара сообщили в мвд это вся россия одной новостью да так сегодня общалась с подписчицей которой придерживаться позиции сейчас непонятно кому верить пообщалась не донесла свою позицию на что получила ответ блин я не верю потому что для меня это за грязью за гранью человечности не может же все быть именно так да ребята за гранью давно за гранью то и последняя газета ру заголовок 13 марта 22 года так москвичей научат делать подгузники из мха капустного лица листа и полиэтиленовых пакетов это мрак ну все ребята на этом раке я заканчиваю свое повествование пока с вами доктор власть